прекрасный человек на красном диване прекрасно диванные разговоры ну что ж 11 7 минут доброе утро дорогие друзья на красном диване замечательный человек наш коллега друг слушайте слушайте человек который полтора года назад частенько сидел там а вот потом куда-то пропал на доброе утро гражданин да значит актер малых и больших театров водки только малых пчеловод да 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 а человек которого есть блок свой кулинарный человек который еще пишет книги я начинающий русский писатель русскоязычный русскоязычный или к или русский вот не знаю по моему там где-то было в интернете написано в лицензии русский и так книга сережек вот это в общем-то продолжение того что ты делал на сцене и не только на сцене да ну да можно так сказать там есть кое-что то что и сосис из спектакля но это такая более широкая такая дара расширенная история биография что с тобой произошло зачем ты написал эту книжку не знаю я об это написал в период войны кстати чтобы сойти с ума но начал просто писать что-нибудь чтобы отвлечься от конъюнктуры да и вот так вот меня понесу понесло хотя до этого тоже я так несколько глав написал но не решался закончить то есть это так было просто такое занятие и потом получился роман вот так вот если бы вы знали с какого ссора растут цветы скажи пожалуйста мне очень заинтересовало за что ты благодарил нашу коллегу прекрасную девушку они вот и на рене обгорян ну наверное обгорян мне надоумило вообще можно это написать напечатать а напечатать да она прочла и очень понравилось да они я благодарю за то что она все это время было как бы со мной и она поправляла мои ошибки я ужасно пишу у меня дислексия на всех многих на всех языках и мне было очень стыдно вот таком состоянии дать профессиональному редактору а я не вот сюда они да это все ложка подправила да и я только после этого решился дать редакцию редактором моя здешняя редактор это залибеки аннаташа вообще-то русская у него только фамилия такая непонятная общем какая-то персидская армянская турецкая на русскую фамилия не знаете идея девичью тогда мы были не близки мне было стыдно и дать вот так вот нет мне тоже на рене а теперь уже все сейчас я все что пишу да да читай как хочешь читаю очень она уже понимаешь значит я ну давайте уже почитать на книжку я украл книжку у коллеги у коллеги на на телевидении прочитал ее буквально проглотила за один день уже безумно интересно на тираж начать его по ее допечатали в питере очень такая-то скученная большая какая-то редакция вот сам как ее называют там на риме печаталась она посоветовала и всего три тысячи экземпляров которые как горячие пирожки да это же закончилось почти там ну да до войны там что-то осталось там тысячи по моему чем-то не помню что делать да но здесь вот в букинистическом от грузили до букинисти есть я далма и еще вот в этом на проспекте я рекомендовал вот я рассказывал я был недавно вот когда был праздник у нас день дарения книг я продавал букинисти книги а вот и на пришли детки с мамашами а покупать книжку для своей учительницы но детки для учительца мамаши как бы как кошельки видимо я вот посоветовал твою книжку не знаю что с учительницы произошло когда она и почитала я думаю и если ничего вы чего хорошего ровали ничего хорошего она не научит после того как скажи мне пожалуйста это автобиографическая вот совсем книжка да можно сказать девяносто девять процентов то есть придумка этого один процент придумка один процент чисто ситуативно может быть по времени туда или сюда я на все что в этой книге это чистое право хэрю стокус все бабушка твои все твои к сожалению никого уже в живых нету кроме меня из персонажей так этой книжке уши а вот я когда читал мне было интересно если бы эти люди были живы все нормально или тебя могли бы у нас я по голове я бы не я бы не решился напечатать до мама к сожалению уши уже ушла два года назад и после этого только я решил так закончить книгу и как бы отдать ее на суд читателя да ну я не хочу ничего спойлерить потому что я вам очень рекомендую прочитать потому что когда я ее читал я и плакал и смеялся и улыбался неадекватный человек убедитесь и не ослачиваешь да да сумасшедшую чтобы я сказал это не новость что он и как 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 зверь заводит заплачет как дитя понимаешь да ну на самом деле я еще раз говорю что если вы видели спектакль то вы что-то вспомните и обязательно поймете персонажи персонажи те же и и многое это объясняет но расскажи мне во первых вот чтобы без всяких спойлов все таки ты считаешь что школа это абсолютно не нужный аппендикс мне да а вообще вообще это нужно очень у меня до сих пор пробелы что я считаю все пробелы которые у меня есть в зданиях это школьные пробелы то есть я потом сел на четкое самообразование научился читать писать как бы сам когда театр заинтересовал да да не только школы но институт тоже нет в институт я поступил папа по блату для папа был замминистра а то я никогда бы не просвещение да никогда бы не поступила ни в какой институт просто его очень уважали любили да и страну данная литара на что делать придется как-то но и в институте я учился неплохо кстати а вот в институте во втором да а в институте уже не знали что я его сын то есть я в этот счет то скрывал чат тщательно скрывал но когда узнавали а вы сын даниила боросовича почему у меня не сказали все такое было стыдно говорить об этом как то но но все-таки образование нужно до базами нужно вот на глумов это это самое необходимое и я считаю это на уровне национальной безопасности окей на теперь вот ты и такие как ты люди которые не получили базу образования виновата в этом кто система или ты система часть на 90 процентов и я как человек я просто не люблю не люблю какие-то ситуации где я должен что-то делать потому они работают в театрах в коллективных тому я с удовольствием вышел с работы вот где вот сейчас работаешь мажь я вот сейчас сижу хочу сижу хочу не сижу вот сейчас у меня ты вне системы да у меня ютубовский мой к мой канал я я потом работал на это да а решать за фишаник прошла наша любимая я вот сейчас вот ютубовский канал когда хочу делаю все никогда не хочу не здесь не делаю съемки у меня чисто только со спонсором таких друзьких отношений и все но я никому ничего не обязан ты понимаешь не обязана никому ничего а кстати хочу сказать интересная информация заинтересует она и ёжика и всех остальных законодательное собрание калифорнии в 1901 году запретила домашние задания для учащихся возрасте младше 15 лет и закон то действовал целых 15 лет потом решили домашних заданий вернуть но вот сейчас опять школьная программа идет тому что в общем то задание домашний не так нужны знаешь я сын педагогов с обоих сторон у меня и мат педагог и отец педагог учителя русского языка в общем и все такое но когда говорят о педагогике а там в школе все у меня сразу тошнотворный какой-то рефлекс рефлекс бывает да это как это как собака павлово минске не не всплывает собака павлова всплывает рифле да у меня рвота рефлекса от этого да к сожалению дальше писать собираешься лишь я вот я написал еще одну книгу написал это 90-е годы это роман это не обо мне это вы вымышленные персонажи все он сейчас в редакции в россии но я думаю его не напечатают во-первых потому что война сейчас нечего некому читать я думал не знаю мне кажется наоборот сейчас ну ну понимаешь что редакция это до этого не опущусь еще не хватает не хватало еще сексерить это все и разговаривать это здорово да вот ты не надо и салвиниться если нас я думаю ее не напечатают или скоро не напечатают по техническим причинам ну и потому что она такая она довольно таки не лицеприятная для власти для для любой власть любой в том числе и русской конечно когда я читал серёжика я ловил себя на мысли что это очень кинематографическая история как ты считаешь можно снять кино ты совершенно прав но я не хочу чтобы этого делать дядя чтобы это сделали потому что у нас нету соответствующих ресурсов для вот такого фильма во-первых там советская эпоха придется снимать только в кировакане на одной улице или в раздании или в раздании до на одной улице то есть не будет всего того до слава кпсс до всех этих фанта ну вот хотя бы там скрытым рынком ну что ты сделаешь все обосрано так что невозможно ничего ничего не сделаешь с армией как раз знаешь армия такая вещь она и в африке армия тем более такая русская армия можно просто белых людей посадить вот тебе и армия жесток да но все всего остального ты не вас саждаст кроме того кроме того у нас нету этого актерского потенциала там все возрастные категории у нас очень скудно у нас все девочки у нас с оперированными носами с большими этими самыми буферами силиконовыми но не все ну не все половина ладно а я об актрисах кстати если об актрисах можно сказать все а взрослое поколение уже как бы я не знаю там кто вообще остался кто может что вот от моего возраста три актера я не назову которые такие филине вский и гротесовский кроме меня конечно ну понятно я бы не хотел играть если бы на если бы те заплатили миллион долларов кого-то сыграл за миллион долларов я бы сделал все или это было бы женская я попал я папу ну вот для папы я уже старый там более 35-40 для деда я моя молодой кого там сыграю не знаю может быть шоферок шофера какого-нибудь или чего-нибудь да может спрашивает радиослушатели а почему сергей даниилян не передает свое актерское искусство то видимо в институте почему я даже не в институте вот просто не открыть свой класс я неоднократно получал такие в общем просьбы что давай в институт давай туда я не считаю что что чего чему-то могу кому-то научить я искалечу потому что преподавать это совершенно другое искусство это другая техника это это другое мышление мышление я даже с ребенком не могу сидеть чтобы делать делать его урок я хочу его задушить сразу бы для родного сына чужого тоже с балкона брошу понимаешь я я не могу учить и более того я очень мало знаю я считаю чтобы учил чтобы стать преподавателем не нет таких претензий вообще на какие-то ножны на надо все только к примере левой подожди ну а да тебе нафиг не надо вообще нужны такие люди которые должны конечно конечно нужны передавать нужны да вот такие люди конечно вот мне вот почти ничего не передали я как-то таком без без передала и остался без передачный без без передаст сергей скажи пожалуйста вот если лада экранизирует все таки этот твою книгу ромал кого бы ты хотел увидеть в главных ролях ладан из наших да не 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 избирал вообще он не знаю не думал об этом знаешь там он сначала маленький мальчик кого ну мы из маленького мальчика не ну я не на самом деле не знаю я их представляю такие бы какие они были у меня нету режиссерского мышления я почему не стал режиссером обычно актер думают а вот выросли стали режиссером это полный маразм разные профессии я актер я делал как задачу которую мне дают на то что я нашу туда свое режиссеру актера да не более я не могу ставить спектакли видеть это все все у меня этого мышления нету просто я не считаю это это не хорошо не плохо это так это данность я предлагаю идти на рекламную паузу после мы вернемся продолжим нашу интересную беседу сергеем даниилянам любим актером вот у которого есть что сказать мы кстати есть вот такой вопрос но потом но потом до после рекламы не забудь дима доброе утро реклам на радио ванне переключайтесь правильное утро правильного человека а ну что же продолжаем общаться с правильными людьми сергей даниилян у нас гостях антен добры создатель пчеловод пчелов кстати как твой пчелки нормальный опять за и вот сейчас вот опять начался мороз то есть они опять должны сейчас в кучу собраться но должны греть своих лялек они уже вылетали у тебя из ульев иногда иногда папа да иногда вылетали но сейчас там такой серьезный процесс и этот холод не хорошо читал про книжки где моя книжка пчелы я тебе это я тебе дал не дал мне не передал сергей ты разговариваешь с человеком напротив находишь человек который считает что воровство книги это не воровство так что муж не возьмите тебе тебе она нужнее читал книгу которая называется история пчел это моя линда нет книжку не художественный художественный роман очень интересно рекомендую возвращаясь к нашим бараном твой второй роман о это 90-е годы это армения да это армения но я думаю ну поскольку поскольку ее читали и не только армяне ну так в рукописях так мы еще не редактировала я я понял что она интересна всем потому что все эти войны все эти дефолт и все эти ужасы которые с нами произошли они на все на всем постсовом пространстве они очень актуальность и понятно это так ну конечно да актуальные войны к сожалению нету нету звонка нету да это актуальная книжка очень не но и не жалко если и конечно вот это началось это все не знаю чем закончится когда мы увидим вот и вот и вот так как только напечатают потому что смотри я ее могу в интернете выложить не знаю еще и вот кстати хотелось бы спрашивает радиослушатели из германии гагик завод спросил ёжа как-то в цифровом формате можно купить как-то нереально приехать в армению купить книгу и обратно я подписчик сергей с нетерпением ждал книгу на очень хочется прочитать про советский на литрес зайдите конечно и можно заказать и в электронном варианте почитать и аудиокнигу уже уже есть и можно просто заказать вам пронесут аудиокнигу не ты не вот совершенно другая профессия и читать некий великанов не знаю хорошо читать я не знал хорошо читает очень уже но мне вот пока вот твоим голосом прям прям самый самый нет я у меня заказывай голос очень нехороший да я не мне надо мне надо видеть тогда он хорош к так нет понятно на мага гиг дорогой на литрес точка ру есть книжка можете зайти на купить в цифровом формате и насла можете скачать даже до ознакомительный фрагмент да там ну до этого дефолта растула там 300 рублей что это скачать не проблема в общем да я думаю слушаю ну а вот вторая книга то есть для тебя важно чтобы она была именно бумажными да потому что во-первых ну как бы на полочку поставить это было бы то сделал да я не знаю что то я еще напишу ли нет и так рассказывать все пишу но такие крупные вещи они я не 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 пишу это мои накопления течение последних 30 лет и я ее придумал эту книгу после войны там идет ну мой лично супер после войны последний до крайне да да субъективный мой анализ почему так произошло потому что все эти корни то что происходило они лежат 9 90-х не тебе будет сказано глумов джан да и мы это как бы все прошли и вот только идет вот это вот осознание того что происходило с нами почему так произошло там любовная история очень такая эротическая не 5 мне все плюс 18 так получается ну как жизнь да вот такой человек я не понимаю как можно писать без этого то есть если там если ты пишешь книгу там не нужно же не гайдар ладно ну да 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 далеко не гайдар до 16 лет ничем не командовал машками и шашками не махал спрашивает радиослушатели в сергей что со спектаклями и новыми фильмами ну спектакль у меня будут как всегда вот сейчас как как только теплее погода установится устаканится я буду играть своем опять на даче да на на даче саритатрон уже ты прям до этот крепостные помнишь на руси да да я сам свой крепостной да я буду там игры играть там у меня будут в этом году я уже договорился в том числе и конце концерты будут очень такие маленькие на природе и вот буду играть я начнет сниматься мне сейчас это не интересует предложение есть были пару предложений отклонил мажда что не хочу я сниматься не хочешь сниматься я сейчас не хочу снимать я сейчас и у них не сейчас я считаю что в армении сниматься не имеет смысла просто так как procent вот не уلبится так плохо мне не плохо для меня не имеет смысла то есть я не хочу себя увидеть в кино москва вот сидеть вот и смотрят что и вот вышел вы сами какое хорошие у меня нету эрекции на себя понимаю хочу я уже я уже не в тане не в том возрасте то просто снимать сниматься или что-то очень такое хорошее должно быть что у меня бы заворожила здраво понятно понятно а в денежном и в творческом а вот такие вечера просто вот вечер ну вот как раньше были такие есть эти вечера его на дачу приходи на даче вечера дима и вечера в центре города в центре года в клуб камеру могут еще пару штук сыграю не знаю в центре города паркинга нету в центре города любой может зайти на спектакль а туда на дачу конкретно приезжает тот кто хочет прийти туда и увидел сергея даниэля наш селекция зрителя пошла стопроцентно приходит только мой зритель избранный ну избранный да вот так вот он как бы заинтриговал приходи здесь если ты можешь так как у тебя нет машины ты можешь сейчас я думаю вот с тобой как раз у тебя джип до выпал и покойного что камни на гору подниметесь у меня там плохая дорога я ее специального не не делаю но опять же селекция да чтобы только на внедорожниках приезжают на седана седанах я их паркую внизу да внизу нет у этого самого гюма мяч пуль пуляки кок скажи ты не первый и не последний человек из мира искусства пони я знаю что тебе не нравится словосочетание из мира искусства который решил уехать из большого города и пожить на ошибе вот заняться чем-то своим это уход в себя своим на какие-то проблемы свои или такая была просто я всегда с природой был связан знаете у меня пчелы хозяйства я убивал в детстве дзор помидоры до отзор помидоры вот я вот правда у меня ни одного родственника из деревни нету к сожалению то есть у меня все городские из карса из ленина кана 10 назад было же не так и вдруг такое вот возвращение камни нет нет но сделано так читай книжку за детство вот когда почитаешь книжку там я помидоры выращиваю все люди футбол гоняют а у меня там петрушка моя я люблю я люблю сельское хозяйство вообще очень играли и как бы тут чем до взрослее становишься ближе к земле привыкаешь к земле как бы скоро ведь туда ляжешь уже надо так нужно да знать не скоро ладно ну не скоро ладно но члены семьи как относятся к исходу как относились к чему относились к исходу вот то что ту деревню нормально 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 и говорят куда-то по провинцию поехал давай не ну я в городе живу весь у меня в городе есть дом собственной опять с палисадником с огородом опять да но конечно деревенский дом мой это это мое богатство это мое уединение там во первых туда жена не вмешивается не в ремонт не дизайн него что а там как бы наш общий дом это естественно я сказал вот флаг в руки барабан на шею делай что хочешь деньги от меня вкус от тебя вот такие вот идеальные взаимоотношения а ведь приеду приеду такие приезжают глава уехать ну чтож прекрасно еще раз хочу напомнить что сергей даниилян и вышла книжка вот если вы не читаете книжки в бумажном формате можете купить ее в литрес если считаете бумажном я знаю точно что есть букинисти лично видел и даже продавал лично вот ну а второй роман мы ждем я я с нетерпением потому что мне понравился и слог и язык ну и в общем я тебе четко представлял как этот человек даже сидел и писал и всегда приятно всегда приятно конечно приезда автором и вы понимаете что мы углу всегда вкус был дурной не только у него у всех моих друзей так что сами решайте надо ее покупать или нет я ее рекомендую рекомендую вы знаете для того чтобы понять на людей нашего поколения чуть-чуть постарше вот нужно почитать вот именно такие книжки потому что сейчас к сожалению я обращаюсь к молодому поколению которая живет вот этим инстаграммами и тик токами и всякой другой историей но вот для того чтобы понять что такое жизнь человеческая обычная простая и нужно сергей данилиану если у вас есть шляпа снимите потому что он искренен в этой книге да буду сумообродство я считаю что прямо сейчас и для меня вот был важный вопрос задать если бы были живы герои книги нет я бы не смог бы ее опубликовать это для нас хиха ха ха как бы для нас это во первых разница в восприятии юмора я не сказал что наши без юмора были нет но это же разные поколения разные отношения ко всему этому к смерти к жизни к любви ко всему да и потому как-то нельзя чтобы родители читали такое хорошо а ты в своих детях видишь вот эти какие-то черты черточки себя себя бабушек когда вижу себя я делаю все чтобы этого бы не было то есть я всегда когда воспитывался на все на велосипеде возможно воспитывать вообще если как я поступаю как свои родители с я сразу даю стоп на тормоза жму чтобы они бы сами как-то вас сформировались да ну естественно будет такие отклонения очень серьезные то можно что-то посоветовать что-то болит я ну так лучше попробую это тоже зачем зачем только это да да но так стараюсь чтобы они не вмешиваются похоже да понятно ну это уже это уже на время и собственно говоря природа не нам решать на кого-то похожи наши дети главное им их окрылять все время да и поливать это дерево чтобы она бы росло вот как бы помогать не знаю как это называется это подрезать подрезать но не менять это самое яблоко на на грушу понимаешь не делать прививки чтобы у него он половина яблоко половина груша половина слива это это извращение включился писатель ну что ж спасибо большое сергей вам тоже спасибо я всегда вас слушаю в машине вообще да ну то есть мы вас всегда читаем вы нас всегда слушать и конечно ждем ждем со второй книгой уже хотя я первую еще приходи на спектакль еще первую почитай приходилось на спектакль еще поговорим а там там даже уже посмотрим дальше вот такой вот сергей даниилян был у нас в эфире доброе утро еще раз говорим мы с вами пока не прощаемся в эфире группа blink one eight two доброе утро доброе утро